пожалуйста как выбрать духи парфюм какие есть обряды с духами духи сами по себе и есть эфиром и духи создают образ у человека посмотрите на себя внимательно как вообще подобрать духи сделайте так сядьте очень быстро начните дышать носом когда вы очень быстро подышите носом вот таким образом то после этого успокойтесь и попробуйте нежно как бы резко делая короткие вдохи услышать запах которая распространяется вокруг вас через какое-то время вы можете почувствовать определенный запах вот этот запах он более всего подходит вашему вашей душе и более всего подходит вам и он создает такой темперамент допустим такие продукт такие вернее запахи как бергамот даже не так такие запахи которые создают которые создают эффект наверно коры или запаха коры такие запахи подходят для людей которым необходимо успокоиться но они могут привести человека к лень допустим запахи которые больше пахнут цветами такие запахи они могут помочь человеку больше мечтать и отвлекаться но могут приводить к рассеянности запахи которые больше связаны с амброй вот такой или удом они связаны с концентрацией научной деятельностью такой суровой работой ладаном но они могут привести к заморачиванию человека и невозможности отключения от чего-то то есть тот момент когда нужно будет расслабиться вы не сможете от этого отойти вообще духи которые есть на сегодняшний день это палитра знаете как я отношусь к духам почему я не люблю запахи которые пахнут чем-то одним мне такие запахи не нравятся потому что бывают запахи когда есть бывает музыка духе как музыка бывает где играет одна скрипка или играет какой-нибудь один инструмент и это может быть очень красивым допустим как игра перельмана григория прельмана до григория георгий или гиры григория не помню спутал я григория перельмана с григорием прельманом но есть такой скрипать вот если слушать его скрипку даже если эта скрипка играет без оркестра то это прекрасно не могу сказать что есть другие скрипки которые могут играть и видя в большом количестве людей которые играют на скрипке не всегда можешь радоваться тем звуком которые они издают так как такой инструмент он больше подходит к тому чтобы играть в оркестре но точно так же труба и флейта и так далее хотя точно так же и в духах что ценится в духах ценится аккорд ценится аккорд и когда ты нюхаешь духе какие-либо или одеколон то ощущаешь аккорд он такой должен быть насыщенный богатый а еще выбирайте такие парфюмы в которых невозможно угадать ключевой компонент если духи пахнут розой это не очень хорошо если духи пахнут морковкой или цитрусом это конечно же все хорошо но это обычные знаете есть такие картины которые могут передать чувство или создать чувство есть такие картины которые создают чувство одним мазком а есть картины которые невероятно красивые но не создают никакого чувства никакого действия никакого никакой души такие же есть духи иногда есть духи которые просто пахнут и человек говорит ну мне наверное это подходит потому что мне объяснили что таким как я это подходит на самом деле это не так научиться жить и ощущать необходимо только после длительного общения и коммуникации с парфюмами так человек начинает чувствовать музыку в тот момент когда он очень долго ее слушает у него появляется чувство к этой музыки у него появляется внутреннее ощущение что ему хочется слушать определенную музыку в дальнейшем он выбирает для себя либо какой-либо стиль либо выбирает музыку по своему настроению также происходит и с парфюмами они не могут быть только борщом или только кашей нам сегодня хочется кашу а завтра хочется салат и также и в музыке музыка она сегодня нравится одна завтра другая также в запахах какие запахи хороши в случае если вы используете какой-либо запах то вы можете ориентироваться то есть сказать себе при посещении парфюмерного магазина буквально следующее сегодня постараюсь создать или сегодня создать сегодня я постараюсь выбрать такой запах который поможет мне больше зарабатывать или нравится еще больше мужчинам или вот если через такой позыв начинать выбирать духи и произносить себя буду ли я нравится с таким запахом мужчинам или буду ли я более мало молода выглядеть с таким запахом или буду ли я гораздо больше зарабатывать с таким запахом вы сто процентов обязательно найдете тот запах который будет этому соответствовать выбирайте откройте для себя целый мир не выбирайте бездумно запахи бездумно выбранные запахи это зря потраченные деньги если какие-либо магия с духами магия с духами является тем что вы пользуетесь такое такими духами пользуйтесь духами они будут пахнуть какие есть ароматические компоненты которые могут очень изменить судьбу человека с розой моложе становится с пачули больше денег с бергамотом больше мужественнее человек становится лимон делает человека более с таким холощенным или более нарцистичным апельсиновые цитрусовые создают вообще эффект такого человека который может быть более спортивный может быть более подтянутый более свежий в противовес запах полыни шалфея чабреца даже розмарина могут создавать наоборот ощущение фривольного совершенно а наоборот более сконцентрированного более такого сильного человека более сосредоточенного на состоянии сознания более умного или создавать такой вид подбирайте для себя какие-то свои персональные парфюмы